Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть и спешу поделиться с вами рецептом невероятного пирога. Безусловно, его можно сделать и с яблоками, и со сливами, но именно с грушами он особенно хорош. И без всякого преувеличения я действительно пеку его очень часто. Нежнейший, рассыпчатый, ароматный, с сочными кусочками груши. Да чего ж это вкусно? Обязательно попробуйте! А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, груши подойдут любые, главное, чтобы они были вкусными и достаточно плотными. В первую очередь их нужно очистить от кожицы. Затем отрезаю с краев все ненужное, разрезаю пополам и удаляю сердцевинку. Делю пополам, но тут, конечно, все зависит от размера груши, и режу небольшими кубиками. Друзья, у меня на канале уже есть рецепты грушевых пирогов, все ссылки смотрите под описанием. Для теста к яйцам добавляю сахар, немного соли, ванильный сахар и корицу по пол чайной ложки и молотый кардамон и имбирь примерно по 1 третьей чайной ложки. Взбиваю до получения светлой и пышной массы. Выливаю растительное масло, я беру оливковое, но подойдет и подсолнечное, и добавляю немного натурального меда. Не лишним будет добавить чайную ложку тертой цедры лимона, но если нет, то можно обойтись. Просто размешаю на слабых оборотах миксера. Высыпаю сюда половину порции муки, она у меня уже с разрыхлителем. Размешиваю лопаткой, и когда добавляю вторую часть муки, сюда же кладу соду, буквально 1 третью, 1 четвертую чайной ложки без горки. Еще раз размешаю. После этого добавляю резанные груши и тщательно, но недолго вмешиваю их в тесто. Форму размером 20 на 20 сантиметров смазываю маслом, выкладываю тесто, разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю на готовность деревянной палочкой. Пирогу даю немного остыть, хотя, безусловно, он хорош как в горячем, так и в остывшем виде. И посыпаю сахарной пудрой. Посмотрите, какая получается красота! А аромат, я вам передать не могу, чем-то напоминает медовик. Только здесь он гораздо насыщеннее, благодаря цедре лимона, пряностям и грушам. По этой же причине у пирога очень богатый вкус. Отдельно стоит отметить и структуру. Она невероятно нежная, мягкая. Пирог буквально тает во рту. При этом мякиш такой рассыпчатый и крошится. И еще у этой выпечки такая интересная особенность. Она получается двухцветной. Сверху светлее, а нижняя часть чуть темнее. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Заинтересовал ли вас этот пирог и хотите ли вы его испечь? Подписывайтесь на канал Есть-Поесть и смотрите еще больше рецептов очень вкусной и интересной выпечки. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok